Женевский автосалон Ауди РС5 можно ездить еще быстрее, поскольку инженеры установили в этот автомобиль абсолютно новый мотор объемом 2,9 литра, который развивает 450 л.с. и достигает первую сотню всего лишь за 3,9 секунды Ауди показала 450-сильный РС5 В арсенале автомобиля абсолютно новый двигатель V6 2,9 с двумя турбокомпрессорами Максимальный крутящий момент составляет 600 Нм, причем доступен он в диапазоне от 1900 до 5000 оборотов в минуту В паре с мотором работает восьмиступенчатый автомат от ZF Тяга между осями распределяется в соотношении 40 на 60, а сзади установлен активный межколесный дифференциал Первая сотня дается за 3,9 секунды Внешне заряженную версию легко будет отличить от гражданской по расширенным колесным аркам, уменьшенному клиренсу, переднему агрессивному бамперу и патрубкам выхлопной системы В салоне усеченный снизу руль с замшевой отделкой и спортивное кресло с интегральными подголовниками Баварцы на выставку привезли универсал пятой серии Туринг оказался немного крупнее соперников и со сложенными сидениями вмещает 1700 литров Пятая дверь для удобства пользователей оснащена электроприводом и может открываться по взмаху ноги А в базовой комплектации на заднюю ось уже установлена пневмоподвеска, благодаря которой багажник можно нагрузить до 730 кг груза В остальном Туринг технически повторяет седан Этой весной конструкторы Porsche щедры на премьеры Они презентовали свои последние разработки на обновленных моделях 911 GT3 и Panamera Которая, кстати, впервые предстала под названием Sport Tourism От инженеров Porsche теперь можно ожидать всего чего угодно Сперва они представили внедорожник Cayenne, потом премиум седан Panamera И вот уже во втором его поколении они разработали универсал Казалось бы, теперь точно этот спортивный автомобиль при необходимости может стать семейным Объем багажника при сложенных сидениях составляет 1390 литров На заднем ряду впервые появилось три полноценных места, хотя посадочная формула остается 4 плюс 1 Интересным техническим решением универсала является активный спойлер Он имеет три положения, а его угол наклона варьируется от минус 7 до плюс 26 градусов Технически спорт туризма повторяет Panamera в кузове лифтбэк В интервью Автопанораме рассказывает Маркус Экерман, менеджер Porsche по Восточной Европе Однако по своей философии это другой автомобиль, в котором мы сохранили все ценности и атрибуты Porsche Настолько роскошного и одновременно динамичного универсала в производстве пока ни у кого нет Вместе с универсалом Panamera было представлено и обновленное трековое купе 911 GT3 Внешне его сложно отличить от предыдущей версии, разве что слегка изменились бамперы и капот Но главное это двигатель, который пришел на смену оппозитному мотору объемом 3,8 литра А к радости фанатов теперь можно заказать механическую коробку передач Здесь установлен новый 4-литровый двигатель мощностью 500 лошадиных сил Оснащенный непосредственным впрыском Делится своими впечатлениями с Автопанорамой Марк Уэббер Вице-чемпион Формулы 1 и чемпион по гонкам на выносливость в составе команды Porsche Никаких турбин, все настоящее, как раньше Пиковую мощность он выдает при 8250 оборотах в минуту И его можно раскручивать до отсечки в 9000 оборотов в минуту Немецких серийных премьер оказалось так много, что они не уместились в один обзор Поэтому продолжение смотрите в следующее воскресенье Маркус Эккерман, Geneva Autoshow, Privitания, Autopanorама